С 2002 года. Удар! И это еще один! Вот это Душан Бакич! Ай да Бакич, ай да молодец! От штанги и казалось, что Будин все сделал верно и все. Забивает, отдает и снова забивает. Игру Душана Бакича без сомнения можно назвать одним из главных прорывов сезона. Форвард прибыл в Беларуси с Черногории 4 года назад, но по-настоящему зажигать начал только сейчас. Когда меня шесть лет было, я вот с дедушкой, дедушка мой, даже когда я начал уже гулять, уже только был думал о футбольном мячу, и он мне давал всегда. И папа, когда мне шесть лет был, спросил, хочешь ты начать уже тренироваться в футбол? Футбол так, и потом меня за руку взял и повел в школу футбола у нас такая, со шести до десяти лет. Всегда мечтал, чтобы попал где-то в хорошую лигу, играл, чтобы был как какой-то популярный футболист в это время. Детство и юность Душин провел в одном клубе – Будочность. Несмотря на то, что карьере футболиста сантиментом места нет, он предан ему до конца. В 20-м году с руководством Будочности все так не решили про профессиональный контракт, у меня не могли договориться. И я не хотел в другую команду в Черногории никакую играть, потому что в Будочность я играл, когда мне десять лет было, уже начал, там был капитаном всех молодежных. И потом хотел что-то уже поменять в мою жизнь, и пришло предложение от Анатолия Юрьевича, чтобы я приехал в «Энергетик». Филиппович Младенович и еще десяток сербов и черногорцев остались в истории высшей лиги. А сколько их играет сейчас в топ-чемпионатах? В чем секрет успеха балканцев? Спрашиваем. Наверное, талантовые были уже с детства, выбирали, но Черногория и Сербия всегда была. И раньше, и сейчас в сборной, кто играет в сборную, они почти все играют в топ-5 чемпионата мира. Так что, особенно такого, чтобы их выбирали, нету, просто гений может быть такие у нас, футбольные, больше всего страна футбольная, нету других видов спорта, есть много, но главный спорт, какой бы он не был, у нас футбол. Сам он отправился не на запад, а на восток. В Беларуси уже выходил на проектную мощность инкубатор РЦОРа БГУ. Бакич – один из первых успешных продуктов системы. В это время в «Энергетик» много играли люди, которые моего года там, и они мне очень приятно и очень хорошо приняли команду. И с первого дня даже начали дружиться, и как молодые мне потом быстрое время проходило с ними, со всеми, кто там был. И Алексей Нуской, и Айк Мусоханян, и Даник Мирошников. И много их там было, и легко было. Там много было энергетик-тренеров в это время, которые, они бывшие футболисты, очень такие знаменитые здесь были, Беларусь. Беларусь, Артем Радков, Гейна Близнюк, Павлов был, Миша Беларусь, так что они все, могу сказать, помогли мне быстрее здесь привыкнуться на чемпионат Беларусь. Тоже Анатолий Ревич, конечно, он такую нагрузку большую давал, когда она добила на предсезонке. Правда, адаптироваться сходу у Душина не вышло. Наш чемпионат больше силовой, тогда как в Черногории ставка идет на другое. Больше в Черногории играется так, технический футбол, скажем так, но он играется не так физически, поэтому у нас главная проблема это, что в чемпионате нет, игроки не привыкли на нагрузку большую. Это главная проблема. А так чемпионат в Черногории технически очень сильный, футболисты есть, просто их проблема всегда была физика. А так люди, как люди, Беларусь тоже мне приятно. Четыре года бы я не остался, если бы так не было, так что никаких тут нет. Бакич сейчас на виду. Десять голов во всех турнирах и звание лучшего ассистента высшей лиги. Топ-сезон. Вероятно, лучший за время в Беларуси. Или нет? Нет, самый успешный для меня сезон, последний сезон, 22-й год. Потому что первый раз я получил визу в сборную в Черногории. Туда очень тяжело попасть. И самый успешный, даже не сомневаюсь, что этот сезон прошлый был. Конечно, Душина будут оценивать по командным достижениям. Сможет ли он помочь Динамо добраться до долгожданного чемпионства? В этом году сложился классный симбиоз тренера и игрока. Скрипченко раскрыл Бакича по-новому. У него очень хорошая энергия. И он перед каждой игрой нам дает какой-то мотив. Больше у нас, конечно, этот сезон задачи большие. Мотивация, конечно, всегда успокаивает. Это тоже, во-первых, с большим мотивом выходим на поле. Но потом надо думать, холодная голова, как он говорит. Он может быть серьезным и веселым, сосредоточенным и жизнерадостным. Все это за буквально несколько минут. Бакич создает впечатление доброго, свойского парня. Часто шутит. Но никто не обижается. Наверное, кого первый увидел, увидел на поле, что выходит. Кого начали. На этого до конца тренировки начинаются шутки. Есть и Александр Сочевка, и Вова Хвачинский, и Вакулыч. Так что есть много кандидатов. Бакич уже игрок сборной Черногории. Футбольная мечта Душина связана именно с его родной страной. Пожелаем ему, чтобы она исполнилась. Попасть в сборную где-то на большой чемпионат.